Хотите сделать звезду? Do it yourself. Наберите 80 Юпитеров, скиньте их вместе, и вы точно зажжёте звезду. Красивое слово «спагеттификация», если кто-то слышал, при падении в чёрную дыру, это про то, что если я падаю туда ногами вниз, мои ноги хотят падать быстрее, чем голова. Возможно, высокоразвитая цивилизация добывает так энергию, понимаете? Чёрная дыра — это не тело. Вращаясь чёрной дырой — это вращающаяся пустота, к ней нельзя приделать приводной ремень, но таким образом можно. Кидая против вращения чёрной дыры камней, деляя их пополам, вы будете получать камни, выскакивающие с колоссальной энергией обратно, а чёрная дыра будет потихонечку замедлять своё вращение. Бессердечная гравитация — вещь абсолютно удивительная. Ну, потому что познание мира, в общем, ну, закон гравитации Ньютона. И с неё-то началась современная картина мира. И они идут рука об руку. И вот вроде вещь простая, ну, простая штука — гравитация. Она позволяет нам всё время ведёт за собой. Она указывает на новые уголки мира. Она позволяет нам, не знаю, она помогает там не только космические корабли запускать, в истории там узнавать, когда были затмения, всё что угодно. Удивительная штука. И удивительно, насколько долго она продержалась в страшно простом варианте. Вы берёте школьную формулу, там, расстояние, вы заводите его в квадрат и берёте обратную величину. И эта сила, почему не функция беселя, почему не что-то безумное зависит от скоростей, от чего-то вот такого вот. Эта штука работает. И, в общем, спасибо этой бессердечной твари, она в сильной степени, именно гравитация в сильной степени, вселила в нас уверенность, уж не знаю, насколько обоснованную, в том, что мир познаваем, что его можно изучать, что у вас есть простые, что в мире можно начинать с простых законов. Это не значит, что в нём нету места сложности, в нём есть место сложности, но можно начинать с простого, и это, чёрт возьми, работает. И, в общем, роль познания идущего рука об руку с тем, как, что такое гравитация, как она работает, это прямо основа, ну, один из двух мотивов, которые привели к созданию современной научной картины мира. Ладно, хватит болтать, значит, смотрите. Гравитация, чисто формально, она не больше или не меньше, она не только меня у Земли держит, конечно, и вас всех, и атмосферу, она создаёт основные структуры Вселенной, она запускает важнейшие процессы, ну, например, горение звёзд, и вот то, что я уже говорил, про это я уже распространялся, она рассказывает, понимая гравитацию, мы прямо понимаем Вселенную, и ура-ура, ну, в конце будет пессимизм, ура-ура, понятно про гравитацию не всё, пессимизм будет про то, что то, что непонятно, ну, настолько непонятно, в общем, увидим. Значит, во Вселенной вообще-то две дальнодействующие силы, электромагнетизм и гравитация, электричество. Гравитация слабее электричества вот во столько раз. 40 или 41, но не имеет никакого значения. Сила электрическая между двумя электронами и сила гравитационная между теми же двумя электронами различаются вот во столько раз. То есть гравитация вообще не должна иметь никакого значения, никакого. Но электричество компенсирует само себя. Есть положительные заряды и отрицательные. Ну, она же не бьёт током всё время. Внутри мы разнозарядные. Вот, там, из волос можно извлечь электричество, ещё откуда-то. Но в целом нас не бьёт током. А в гравитации нет такого. Все заряды положительные. Ну, вот она из-за этого, собственно, всех и побеждает. Очень слабая. Очень слабая. Но абсолютно все побеждающие. Она организует Вселенную. Она зажигает звёзды. Ну, просто потому что она издавливает. Они сами себя гравитацией издавливают. Становится горячё, начинаются ядерные реакции. Без гравитации звёзды бы не горели. Ну, и устойчивость звёздного горения бы не поддерживалась. Да, при этом, пока она горит, она создаёт элементы. В ранней Вселенной был только водород. А из нас мы состоим из кислорода, азота, углерода и всего остального. Не говоря уже о железе и золота для украшений. Значит, гравитация создаёт очень многое из этого. Но не она. Создаёт ядерные реакции. Она создаёт условия, когда в звёздах это происходит. А потом она же с такой силой грохает звезду сама о себя, что сам создаётся ещё больше элементов. Она собирает галактики, ну и всякая ерунда. Вот знаете, наконец, Солнце вышло. Вот посмотрите на Солнце и поймите, что оно не просто светит. От него невидимая ниточка переведена к Земле. Вот она есть. Земля не улетает от Солнца. Она всё время заворачивает. Она на 9 миллиметров в секунду, каждую секунду, ускоряется в сторону Солнца. Вот. Ну да. Значит, вот Солнце каким образом ей об этом говорит. Ну, дальше всякая ерунда. Мы привыкли, что Луна смотрит одной стороной. Вообще-то очень странно. Ну, вот эта гравитация виновата. Ну, и она создаёт всякие красивые вещи, типа чёрных дыр, всякие современные мемы. И, как выяснилось уже, это уже не ньютоновская история. Гравитация неразрывно связана с различиями в ходе времени. Значит, главная её особенность. Это то, что я называю сговором с материей, потому что вот, если вы будете толкать тяжёлую тележку и лёгкую, то тяжёлой вам будет труднее сдвинуться с одной и той же силой. Потому что у неё больше массы. Масса – это мера инертности. Но поэтому одна и та же сила разгоняет более массивные тела, более ленивые, более тяжёлые, разгоняет их медленнее. А с гравитацией не так, ничего подобного. А с ней никак с другими силами. Масса – одновременно гравитационный заряд. То есть гравитация, если одно тяжелее другого в пять раз и в пять раз ленивее, то гравитация ровно в пять раз сильнее на него действует. Ровно во столько же. В точно такое же число раз. Это удивляло всех. Ньютон померил это с очень грубой точностью, а затем Этвиш померил с какой-то там до 10, не помню. 10 какой-то минус 12. И, в общем, мы сейчас убеждены в том, что это так. И, собственно, современная теория гравитации на этом основана. Это я уже сказал. Она точно знает, какое тело ленивее, действует на него ровно во столько раз сильнее, во сколько оно ленивее. Из-за этого все тела по действиям гравитации ускоряются одинаково. Значит, Галилей ничего не бросал на самом деле. Если бы он бросал, ну, вообще это удивительно, потому что, когда я бросаю перо и молоток, ну, очевидно, они падают на Землю с разным ускорением, вообще по-разному. Но это потому, что на них действует не только гравитация, на них действует воздух. Значит, командир Аполлон-15 Дэйв Скотт, выйдя, значит, перед космическим кораблем, взял перо и молоток и, значит, произнес стираду, который очень хорошо начинал из замечательных слов. Одна из причин, одной из причин, по которой мы здесь оказались, был джентльмен по имени Галилея, живший очень давно, который придумал кое-что полезное про то, как движутся тела в гравитационных полях. Это преувеличение, но Галилея – это правильно. Вот, давайте, где лучший способ проверить его теории, как не на Луне? Ну, и он, значит, позабавился тем, перед этим на Аполлоне-14 Шепард играл в гольф клюшкой, клюшку для гольфа привез, и, значит, смотрел, как мячик улетит. А этот, значит, бросил перо и молоток. Ну, они, конечно, падают одинаково, как полагается, пусть действует только гравитация. Но, значит, они падают до поверхности, и там останавливаются. Если убрать поверхность и предоставить им падать, то будет самое характерное состояние, самое характерное свойство гравитации, самое – это невесомость. Значит, невесомость – это не отсутствие гравитации, а наличие только гравитации. Значит, на МКС невесомость, МКС летает вокруг Земли по той единственной причине, что Земля ее притягивает. Земля притягивает апельсин, космонавта, саму станцию и все, и все совершенно одинаково, вот по той самой причине, с одинаковым ускорением. Из-за этого никто ни на кого не давит, нет способа надавить на пол, на весы, никто ничего не весит. Ну и вокруг Земли летать совершенно не обязательно. Значит, вот это вот, это манекен, если кто забыл, не пугайтесь, не пугайтесь, не пытайтесь повторить самостоятельно. Это манекен, которого Маск посадил в эту самую Теслу и запустил. Так вот, значит, запустил он его, когда Falcon Heavy первый раз испытывали, запустил он его куда-то не очень прицеливаясь. То есть предположим, что он между Юпитером и Марсом так летит, что он прилетит близко к Марсу и заложит вираж. Ну, гравитация Марсом близко будет, его завернет. Внимание, это вот удивительно. На вираже, неважно вокруг какого гравитационного тела, он не будет давить ни на дверцу, ни на ремни, ни на спинку сиденья, ни на само сиденье, никуда. Он так и останется парящим внутри машины, они будут закладывать любые виражи абсолютно не бесконтактно, в невесомости, не воздействуя друг на друга. Почему? По той самой причине. Гравитация всех заставляет ускоряться одинаково, потому что она точно знает, кому это легко, и с ним разговаривает шутя, и знает, кому это трудно, и с ним разговаривает всерьез. Значит, этот человек Старман не давит ни на себя, ни на ремни, и где угодно. Значит, невесомость – это главный признак, вообще-то, отсутствия других сил, кроме гравитации. И если он закроет глаза, то он не поймет, что он движется, и он не поймет, что у него действует гравитация. Он будет думать, что он находится в абсолютно пустом пространстве, вдали от всех звезд, где никаких сил на него нет. Почему? Потому что он полностью подчинился гравитации. Это удивительное свойство. Полностью подчиняясь ей, вы ее выключаете. Конечно, лаборатория должна быть маленькой. Если бы это вот Тесла была вот такого размера, там сидели бы два Стармана на разных сторонах и разговаривали друг с другом. Один бы говорил, значит, один бы чувства испытывал бы скорее не сюда, а другой – сюда. Они бы их сравнили внутри лаборатории и догадались бы, что какая-то фигня происходит. А в большой лаборатории действуют с разной интенсивностью. Это то, что у нас еще будет, это называется приливные силы. В малой лаборатории, закрыв глаза, ну, не так, не выглядывая наружу, нельзя определить наличие гравитации внутренними средствами. Свободное падение локально устраняет гравитацию. Это удивительно, это требует объяснения. Ну, и Ньютон, в общем, сказал, что гравитация – это не просто сила, но такое, знаете, универсальное предписание. Как выглядит закон? У меня, значит, сейчас два, я уже столько времени проболтал, что на второй не останется. Две части. Сначала такая гравитация в легком изложении, потом все, кто устанет, смогут уйти. И для хардкоровской аудитории я тогда расскажу общую теорию относительности. Значит, закон о всемирном тяготении Ньютон, в общем, закон всеобщего падения, свободного падения. У вас есть какое-то тело, есть расстояние до него. Вот то, что я говорил, взойдите в квадрат, возьмите обратную величину, там умножьте на константу, она важна, но я не буду ее комментировать сейчас. И получите просто ускорение. Ускорение чего? Да чего угодно, чего угодно. Все, все, все материальное испытывает вот такое ускорение. Ну, это, когда вы сюда вспоминаете, что что-то, оно, что испытывает, имеет массу М, вы получаете закон в том виде, в каком он в школе записан. Конечно, 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 вот это большая масса, вот это вот тело, которое притягивает, должна иметь не форму чемодана, а должна быть, это вообще не существующее тело. Это такая идеализация, это материальная точка, маленькая-маленькая точка, в которой вся огромная масса, чего в природе не бывает, как мы знаем. Но вместе с ним продается принцип суперпозиции. То есть наложение, сложите от этого, от этого, разбейте на очень маленькие кусочки, сложите гравитацию от всех маленьких кусочков, это сложно, потому что они все находятся на разном расстоянии от вас и действуют в разных направлениях. И узнаете, как притягивать тело, у которого форма чемодана. Ну, дальше выясняется, что вот поскольку Земля имеет другую форму, она, конечно, не строго сферическая, но почти. Ну, и не почти, но, в общем, в неком приближении почти. Ну, Солнце для нас, хотя оно и с плюсом, но это почти сферическое. Притягивает так, как если бы вся масса была сосредоточена в центре. Это такое следствие из этого закона и из принципа суперпозиции. Ну, я уже говорил, что гравитация только притягивает. Значит, у этого ньютоновского описания, я уже говорил про это вначале, абсолютно выдающие успехи. Я все не могу даже рассмотреть и кое-что пропущу нарочно. Гравитация зажигает звезды. Вот эти вот молекулярные облака, это фотографии уже, это очень известная фотография телескопа Хаббла, это уже Джеймса Веба. Там характерные расстояния, это световые годы, а вот так, если не ошибаюсь, там, ну, под десяток световых лет, это молекулярные облака. Вот он начинает сам себя сжимать под действием гравитации. Конечно, каждый атом водорода притягивается, у него сила гравитации, которую он производит абсолютно ничтожные. Но их там очень, очень немало. Там, значит, зажигаются звезды. А вообще вы не можете, если вы возьмете любую массу, то вы не можете держать ее планетой, как только в ней окажется. На самом деле там есть более ранний эффект, но, грубо говоря, если 80 масс Юпитера набрали, ее собственная гравитация сдавит так, что в центре будет настолько горячо, что пойдет ядерная реакция, и ваша планета превратится в звезду. Хотите сделать звезду, do it yourself, наберите 80 Юпитеров, скиньте их вместе, и вы точно зажжете звезду. Вот прямо это гарантия. Причем неважно, из чего она состоит. Неважно. Важна масса, которая сама себя сгравитирует. Понимаете, когда я собираю и хочу какой-нибудь обычный костер зажечь, мне важно, что это за вещь. А здесь совершенно неважно. Гравитация правда универсальная, универсальная штука. Вот. Она помогает разбрасывать элементы. Ядерные реакции в звездах создают новые элементы. А иногда, когда горение кончается, она схлопывает звезду, и получается оттуда идет обратный удар такой силы, что одна звезда называется сверхновая, светит ярче целой галактики, и там создаются новые элементы. Я не говорю, что звезда светит за счет гравитационной энергии. Нет. Но энергия, которую и элементы создаются за счет ядерных реакций. Но поджигает гравитация, поддерживает стабильность звезды гравитация, и вот это вот берется не откуда-то энергия, а из того, что именно из гравитационной, когда далекие оболочки звезды падают, падают на центр. Она их притягивала, притягивала, и сначала могла распирать. Как только перестала распирать, они бахаются в центр. Ну вот да, это видение художника, как это сейчас называют, а это фотография крабовидной туманности. В 1054 году звезда светилась, видна была на небе светящаяся. Созданные элементы снова собираются гравитацией, и вот после взрыва какой-то сверхновой, где-то там, недалеко от нас, снова собралась вот эта вот звезда Солнца, и тут мы, значит, завелись, и нам было из чего себя сложить. Потому что предыдущие, значит, эти действия образовали нужные элементы. Вот, вперед. Очень коротко. Гравитация определяет форму планет. Если планета имела форму стула, то пока она маленькая, ничего. Когда она большая, ножки будут притягивать спинку так, что стул сам себя, сам себя сплюснет, будет шарообразным. Это не распространяется на кометы. Это вот, скорее, больше похоже на форму стула. Именно потому, что они недостаточно массивные. Она, конечно, и вообще это просто отдельное большое спасибо. С этого нужно было начать, попросить зал проникнуться этой мыслью. Гравитация определяет устойчивые орбиты. Значит, Кеплер узнал, что все планеты движутся по эллипсам, а Ньютон из закона гравитации. Собственно, это было главное подтверждение. Он же придумал этот закон просто так. Ну вот давайте, вот, наверное, сила гравитации такая. А какие подтверждения? Да почему так? Да не почему это фундаментальный закон. Ему нельзя объяснить. Нельзя объяснить какие-то там шестеренки, потому что для Ньютона это был фундаментальный закон. Как его можно обосновать? Обосновать так, что из него получаются эллипсы. Те самые эллипсы, которые к этому моменту, благодаря Кеплеру, были опытным фактом. Все планеты летают по эллипсам вокруг Солнца. Ну, правда, из математики Ньютона выяснилось, что этого Кеплер не мог знать. Что если кто-то прилетает издалека, этого издалека для Кеплера не существовало. Если кто-то прилетает издалека, то он прилетает под другой траекторией, которая называется гипербола. Ну вот мы ждали там 350 лет, прилетела Оу-Муа-Муа, с тех пор еще одна галактическая комета, межзвездная комета. Да, действительно, по гиперболе, да. Вот. Значит, гравитация может разрывать на части. Если Луна приблизится в 40, не в 20, путаю, мы, предположим, в 40 раз ближе, то Луны не будет. Нет, ей ничего не угрожает, но если какие-то инопланетяне захотят ее нас порадовать, то они перенесут Луну в 40 раз ближе, гравитация превратит Луну в кольца. Почему это происходит? Потому что ближняя часть хочет притягиваться сильнее, чем центр, а дальняя часть слабее, чем центр, вытягивается из-под нее. В результате она разорвется в обе стороны, не только вперед, но и равным образом назад. Ну, наверное, тоже было бы романтично. Влюбленные поэты смотрели бы на кольца, а не на Луну. Ну, что есть, то есть. Вот, значит, у нас Луна. А там, где кольца, там действительно либо это разорванные спутники, либо это так близко к области разрыва, что гравитация не дает этому материалу собраться. Мягкая форма разрыва – это приливы, потому что Луна, когда я стою на Земле здесь и здесь, я смотрю на Луну под разными… Давайте сначала вот с этих точек начнем. С подлунной и с антилунной. Это я уже говорил. Это стремится к Луне быстрее, чем центр Земли, то есть вся Земля в целом. А это слабее. То есть здесь как бы Луна меня приподнимает, а здесь выдергивает у меня из-под ног, выдергивает всю Землю. Это раз. Два – это вот здесь вот направление на Луну сюда, а здесь направление на Луну немножко другое. Из-за того же Земля большая. То есть Луна действует, конечно, на Луну. Но вот эта вот Луна – большая лаборатория. Она много больше одной Теслы. И чуваки, живущие в разных местах, и вообще тела, живущие в разных местах, испытывают немножко разные силы притяжения к Луне. В результате дополнительные притяжения пролитают вот такой вид. Вот здесь облегчение, и здесь облегчение. А здесь, наоборот, придавливание к поверхности из-за того, что эта стрелка имеет компоненту, смотрящую вот сюда вот вверх. Это абсолютно ничтожный эффект. Абсолютно ничтожный. Одна... Десятимиллионная моего веса. В общем, какая-то крохотная пушинка на одежде весит меньше. Абсолютно ничтожная вещь. Песок в лунную, и наоборот, в анти-лунную ночь на пляже не взлетает в воздух. Вот. Но! У нас же вот здесь вода. И вот в этой области, вот в этой области, когда одна сила переходит в другую, происходит что-то типа поглаживания вдоль поверхности. И на большом расстоянии вода набирает это поглаживание, собирается, ее нагнетает буквально как помпой в два горба. И давление просто потому, что она жидкая, умеет передавать... Жидкости умеет передавать давление. Значит, вот из-за движения Земли он немножко сдвинут этот горб. И вот их два. Один туда смотрит, другой сюда. Это чистая гравитация. Это удивительная вещь. Она только притягивает. Но она умеет форму океана раздуть вот в такой вот пузырь, который выпуклый и сюда, и сюда. Когда мы сидим на Земле, которая вращается под всем этим, мы наблюдаем примерно два прилива в сутки. Эта штука замедляет вращение Земли, не беспокоит за длину рабочего дня за сто лет на одну семисотую долю секунды. Ну, то есть, это будет заметно сильно после того, как все океаны на Земле высохнут по другой причине. Но вращение Земли... Да, но это все двойственно. Земля точно так же действует на Луну. А Земля сильнее, а Луна меньше, и она, в общем, ее уже замедлила. Это ровно причина, по которой Луна все вращалась вокруг звезд все медленнее и медленнее, до того, пока ее вращение вокруг звезд не сравнялось, вокруг оси не сравнялось с вращением ее... ее вращение вокруг собственной оси, то есть, вот так. Не синхронизовалось с ее вращением вокруг Земли. То есть, вот так обходить. Ну, и она из-за этого смотрит на нас одной стороной. Это означает, что когда вы будете гулять по луне не ждите восхода в земли их там не бывает земля торчит мы вот все живущие на земле для тех кто смотрит на нас с луны торчим в одной и той же точке лунного неба это оборотная сторона того чтобы на земле видим луну всегда повернутой к нам одной стороной а вдали солнечной системы плутон и хорон они друг друг просто захватили оба и оба смотрят друг на друга они более сравним по размерам там ну прям двойная планета фактически вот значит гравитация вытворяет все это много чего делать и главное что много чего объясняет мы прямо мы прям видим что мы можем объяснить можем знать расстояние которым она разрывает называется предел роша вот этого со мы объясняем приливы ну и многое другое кроме того гравитация позволяет нам ура ура изучать вселенную открывает просто невидимые уголки мира это восемьдесят первом году вильям гершель случайно открыл планету уран до этого солнечной системы заканчивалась сатурн во времена ньютона взлети ну какой маленький был мир какие другие галактики какая галактика но чем вы говорите солнечная система заканчивалась заканчивалась сатурном герш случайно открыл уран бувар француз стабулировал пользу гравитации орбиту как он должен летать ну как планет ли она летает по эллипсам но ряд за протяжении солнца но внимание рядом же находятся две другие большие планеты юпитер и сатурн они сами движутся и в зависимости от того где они находятся они по-разному на этот уран воздействует они дергают его с его траектории он учел и это и написал вычисление без всяких компьютер вообще заметьте вообще без никакие компьютеры без калькулятора даже без механических калькуляторов которые уже во время создания атомной бомбы значит там сидели офисы обычно там женщины работали которые значит крутили эти калькуляторы этого ничего не было он очень тем не менее составил таблицы где уран должен ходить где он должен быть виден на небе уран не захотел этого делать следующие 20 лет бувар скончался в сорок третьем году но перед этим 20 лет выяснилось что вот он на 20 лет составил таблицы и вот уран нет не так он себя ведет бувар стал говорить а может быть есть неизвестный источник гравитации гравитации который его туда притягивает какой где может находиться этот источник чтобы внести вот ту аномалию то несогласие чтобы отвечать за то несогласие с вычислениями которые наблюдалось началась охота за неизвестной планеты молодой парень буквально там 20 21 года адамс взялся за вычисления нужны были точные да ну написал королевскому астроному краска с ромсср мясо дин ругает не эри а эри каждый раз меня ругает но я так привык вот значит переписка с сэром эри и он сказал учет молочек ему что-то требует он чет потребовал эри потребовал объяснение дело затянулось на несколько лет и в сорок шестом году только он наконец высказал предположение где планета могла бы находиться но за это время появились конкуренты ливия и наука прекрасно тем что любой квалифицированный человек взявший данные может на себя приложить ливерь я проделал свои вычисления предложил астроном найти планету удивительно по нынешним временам что ливерь и его соотечественники французы отнеслись чрезвычайно скептически к этой идее никто не хотел прерывать свои наблюдения в обсерваториях и смотреть на небо ливерь я написал в кембридж директор кембриджской обсерватории тот взялся за поиски счет пошел на месяц тот взялся за поиски и ничего лето проходило сорок шестого года ничего не было задали вере написал директор берлинской обсерватории рядом с тем случился молодой человек выражаясь современным языком аспирант он не был отягощен ипотекой семьей дрязгами с коллегами так он сказал давайте прямо сейчас посмотрим они открыли планету в той же ночью когда получили письмо это прям довольно удивительно планета была открыта чалис юда это к потом конечно выяснилось учали там же не то чтобы тогда как мышка пробежала нужно смотреть на небо и сравнивать с картиной предыдущих там недель наверное и внимательно сличать на ней же не написано что это внимательно нет ли где-то звездочки в другом месте это уже так примерно выглядит штучали с ее видел несколько раз но не обратил внимание вот эта удивительная картина значит они все ошиблись вот этот вот тот самый уран который двигался быстро вот это нас так планет назвали нептун не сразу назвали так открыли нептун вот это настоящая орбита нептуна вот это вычисление ливерье вот это это вычисление адамас то есть они сильно промахнулись в этой части но это неважно они почти точно да вот здесь очень плохо видно точки вот это предсказание ливерье это предсказание адамса это настоящее положение настоящее положение в этот момент когда когда это произошло значит в на наших глазах это прекрасная история открытие планеты на кончике пера гравитационная задача кто может притягивать так чтобы внести аномалию в 2 когда я учел уже притяжение всех остальных сейчас на наших глазах разворачивается вообще классная драма солнечной системы не заканчивается не сатурном не 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 полны не нептуном не следующим плутоном гораздо дальше в сотни раз дальше там ледяной мир и мир и льдышек маленьких вот они здесь показаны замечательные имена вот это собственно плутон теперь один из них его почему рожала разжаловали из планет ну пусть когда у вас дома все стулья 1 табуретка вы их всех называете стульями ну потому что вы не знаете разве то выясняется что у вас есть толиа вас купили еще 5 табурет вы говорить а теперь вижу разницу между стульями табуретками я понимаю давать я это буду называть стульями это буду называть табуретками значит просто к плутону открыли большое количество гораздо более близким у по классу объектов его перестали называть планетой стали вызывать карликовой планеты и это наверное правильно а там еще более мелкие они летают по очень далеким орбитам, и у некоторых из них, у них странные имена, я не буду вдаваться в подробности, ощущение такое, они, конечно, летают по эллипсам. Конечно, эти эллипсы никто не прослеживал, потому что они занимают сотни, некоторые тысячи лет, но мы нашли несколько точек, мы же понимаем, что эллипсы по нескольким точкам восстанавливаем, рисуем эти орбиты и видим, что эти эллипсы как будто кто-то держит вот так рукой в пучке. Там есть для этого прямо математические, вот, причем два таких обстоятельства, там долготы перигелия и аргументы перигелия. Для этого должна быть причина. В общем, очень странно, чтобы случайно брошенные в космос тела вот так вот двигались, если они даже, а там еще есть дополнительный аспект. Опять-таки из гравитации, если даже они исходно так были запущены, то притяжение от больших планет Солнечной системы за время существования Солнечной системы должно было это все разбросать, покидать, раскидать. Они не могут в одном месте, вот эти вот, как бы, вот связка орбит не может быть в одном месте. Причина. Ну, причина, вот эта планета 9, значит, ее нельзя точно предсказать. Это Батыгин и Браун, уже это сколько лет, пять уже, больше как, может, больше даже. Значит, вот этим зеленым показана предположительная орбита планеты. Если там летает примерно здесь, летает тело примерно массой, пять масс Земли, то оно способно их так выстроить. Страшно интересно, если мы найдем так далеко от Солнца, такую относительно большую суперземлю, не очень понятно, как там взяв. Чтобы вы понимали, как это далеко. Орбита Нептуна, внимание, Нептуна, Нептуна, самый далекий на Солнечной системе, это вот этот самый маленький кружочек в центре. То есть, орбита Земли, орбита Земли здесь, это, я думаю, что это один пиксель, а может быть и меньше. Ну, вот это, вот, значит, это вот 500 расстояний, характерные расстояния здесь, там от 500 до 800 расстояний от астрономической единицы. Астрономическая единица расстояния от Земли до Солнца, здесь в 500, ну, там, можно обсуждать, но порядка 500 раз больше. Значит, если вот вы завтра открываете газету, и там написано, что нашли планету Деп, мне будет приятно, если это будет послезавтра, мне тоже будет приятно, если это будет нескоро, и вы про это вспомните, мне тоже будет приятно, потому что это классно. Это совсем другая история, чем с открытия Нептун, а вот смотри точно туда. Это такие гораздо более опосредованные рассуждения. Если они приведут к открытию невидимого сейчас куска Солнечной системы, ну, правда, классно. Да, ну вот, максимальное удаление 400 до 800 астрономических единиц, 5 масс Земли, все, не знаем. Значит, дальше мы, наконец, узнали уже почти 100 лет, 100 лет, в общем, не прошло, как мы узнали, что кроме нашего вот этого, звездного острова, есть другие, что есть другие галактики, что Вселенная организована по звездным островам. Мы научились делать две вещи, это очень сложно, и это статистически только верно. Мы научились измерять скорости, это сложно, с которыми, в тех галактиках, где все вращается, с которыми они вращаются, звезды, вокруг, в среднем, вокруг центра галактики. Ну, а почему они вращаются? Почему они не улетают? Ну, по той же причине, по которой Земля вращается вокруг Солнца. Их притягивает. А что их притягивает? Ну, вся масса всех звезд, которые ближе к центру, чем они. Это тоже грубая оценка, но это тоже можно посчитать. Но, по счастью, галактика у вас немереное количество. И вы делаете эти вычисления, видите, что нет, не хватает массы. Ну, не хватает видимой массы из всего. Вот все, что здесь, вы делаете оценки, какие там звезды, это довольно сложная история. И вы, ну, вы делаете это раз за разом. И видите, что им всегда не хватает, что далекие звезды на периферии должны были бы разлететься. Тем не менее, они держатся там. Ну, какое? Значит, вот они вращаются, не улетают из-за гравитации, не хватает для того, чтобы звезды вращались слишком быстро. Какая, может быть, невидимая причина? Скрытая масса. Современный взгляд на галактики, как говорит Сергей Борисович Попов, вот видимая часть галактики – это макияж. На невидимом примерно в 10, может быть, здесь художник перестарался, на невидимом примерно в 10 раз больше облаке, она называется темная материя, мы при нее как бы много знаем, мы знаем, что даже она отклоняет свет, мы знаем, где она сгущена в космосе, где ее скопление, где что, но не немножко скандально, что мы до сих пор не нашли ее в лаборатории. Вот. Темную назвали не очень удачно, ее, более того, мы оценили, что ее, примерно, раз в пять больше, чем обычная светящаяся, но, значит, более того, мы сейчас думаем, что галактики без нее не успеют бы сформироваться. Она сначала начала гравитационно стягивать, а потом, потому что она, ну, вот, а потом уже в образовавшийся гравитационный колодец попадала обычная материя. То, что нам не удается детектировать, это немножко странно. Может быть, все время в бэкграунде где-то есть такое легкое сомнение, может быть, у нас не очень правильные представления о гравитации, может быть, их надо менять. Скорее темная материя. Если вы мне еще раз спросите, я еще раз скажу, скорее темная материя. Если вы спросите, еще раз я скажу, ну, все-таки, скорее всего, темная материя, но кто его знает. Вот. Но, скорее всего, темная материя. Значит, пропускаю, мы планируем, значит, отдельная история планирования орбит вокруг Земли, который не является шаром. Орбиты уходят. Солнечно-сихронная орбита это не Кеплер, а орбита, где мы пользуемся тем, как использовать выпуклость Земли для орбиты. Мы послали людей от Земли к Луне и обратно. Сейчас запустили станцию. Кстати, очень важно, на низких окололунных орбитах знать гравитацию Луны. Она неровная. В Луне есть масконы. Концентрация и массы. И вообще делать станцию, и вообще долго летать вокруг Луны на низкой орбите плохая идея. И она ее разрушает, эту орбиту. Вводит неконтролируемый, конечно, но очень трудно учитывая флуктуации. Поэтому, когда вы хотите совершить точную посадку, вам нужно точно знать, когда вот из-за Луны выходит ваш корабль и сейчас начинает садиться, каковы у него точные данные, точные карты. Потому что он выйдет там, ну, там, на некоторое расстояние в другом месте, чем на предыдущем витке. Луна, лунная гравитация неровная штука. Ну, конечно, вы этого не чувствуете, когда по Луне ходите, но космические аппараты крайне чувствительны к этим неточностям гравитации. Вот. Значит, мы сажаем телескопы вблизи точек Лагранжи, о которых я не буду говорить. Мы понимаем эволюцию Солнечной системы. Я говорил о том, что пределы рожь, когда разрывают на части. Открытие далеких планет у других звезд не все, но отчасти из-за того, что они движутся вокруг общего центра масс, гравитационно, а дальше под оплеровскому эффекту. Мы понимаем звезды, звездные скопления, галактики, предсказываем невидимые части мира. Нашли планету Нептун. Может быть, даже завтра. Читайте газеты, действительно. Найдем планету 9. Хороший вопрос про темную материю. Ну, прям вот ждем, что чего-нибудь прям прояснится и так далее. Это описание теми не может быть точным. Значит, как передать... Как вот это тело, тот, кто испытывает ускорение, находящееся вот на таком расстоянии, как он знает, что это вообще нужно делать? Вот вы смотрите на Солнце. Это ниточка. Из чего состоит? Если я возьму и Солнце подвину в направлении к Альфа-Центавра, как скоро Земля узнает об этом гравитационно? Вот как скоро гравитационно она почувствует, что что-то не то? И что она будет делать? В законе всемирного тяготения Ньютона, вот это наверху, времени вообще отсутствует. Это удивительно. Все остальные законы движения Ньютона, это то, как во времени развивается эволюция. А здесь Ньютон этого не смог сделать. И кажется, что передается мгновенно и через пустоту. Ньютон это прекрасно понимал. Значит, я боролся с переводом этой фразы многократно. Вот моя лучшая попытка здесь. Она это страшно тяжелый археизирующий язык. Это Ньютон. В письме к Бентли. Положение вещей, при котором гравитация была бы присуща материи внутренним и неотъемлемым образом так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту, без посредничества чего бы то ни было еще способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому, вот это представляется мне столь колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым пониманием философских вопросов в него не впадет. А вот когда мы что-то сомневаемся, мы делаем эксперимент. С гравитацией совершенно невозможно поставить эксперимент. У нас очень ограниченные данные. Ну, потому что ни Солнце, ни Землю, ни даже Луну мы двигать не можем. Все то, что мы можем передвигать, имеет дело... Гравитация очень слабая, имеет очень малую массу, создает ничтожную гравитацию, да и двигать мы умеем только очень медленно, там не то, что половина скорости света, а сотая доля скорости света нам абсолютно недостижима. У нас, по счастью, есть быстрая планета в Солнечной системе, Меркурий, но только одна, если бы было хотя бы ну хотя бы три, лучше пять. Наверное, уже и Ньютон бы о чем-нибудь догадался. И вот у него не было никаких данных. Но он продолжает это абсолютно гениально. Гравитация, продолжает он, должна вызываться каким-либо агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами. У Ньютона не было никаких идей о гравитационном поле. Ну, никаких. Не было никаких данных. Смотрите, какое гениальное предвидение. Но вопрос о том, быть этому агенту материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение моих читателей. Время заняло довольно много, пока нашли, потому что Ньютонская гравитация при всех этих недостатках, в общем, кроме уже давно скончавшегося Ньютона, они, видим, не особо кого беспокоили. Значит, они, мне кажется, прекрасно работало так, как я вам описал. И значит, некоторые удивительные любопытства, значит, оно привело к следующему этапу, очень важному. Это начинается моя вторая часть. Я уже говорил, что она будет хардкорная. Вот. Значит, собственно, одна быстрая планета ведет себя так. Она, конечно, летает по эллипсу, но сам эллипс вот так вот разворачивается. Здесь показано с чудовищным преувеличением. Это 43 угловых секунды, чуть меньше угловой минуты. Не градус, а минуты в столетии. С какой точностью нужно было вычислять, чтобы, сидя на Земле, которая сама движется, да, уже вот к середине XIX века наука торжествовала. Она колоссальное количество вещей умела делать. Тот же Леверье, который за 15, за 14 лет до этого предсказал планету Нептун. Он сделал вычисление и сказал, ага, вот здесь летает планета вулкан, делает оборудование вокруг Солнца там за 3 или за 5 дней, имеет массу порядка 5 масс Земли, но ее нету. Нет ее, и все, ее не нашли. И Леверье скончался, не имея разрешения этой загадки. Значит, ирония колоссальная сейчас, колоссальная. Значит, если бы она была, то она действительно имела бы массу около 5 масс Земли, там 7 что ли, и там, не помню, за 3 или за 5 дней делала бы вокруг Солнца, очень близко Солнце. Это то, что сейчас называется горячие суперземли. В других звезд мы их десятками открываем. То есть такие планеты есть. Но в Солнечном ее не было. И Леверье не смог ее открыть, потому что ответ, вот какой ответ, не может быть получен из Ньютона. Насколько поворачивается перигелий ближняя, насколько этот эллипс поворачивается? 360 градусов. Взять самую быструю скорость его, максимальная скорость планеты при приближении к Солнцу максимальной, в перигелии, поделить на скорость света в квадрат возвести, тройка, тройка. Поделить на единицу плюс эксцентриситет в квадрате. Эксцентриситет – это вытянутость эллипса. Вы подставляете вот это. Это эксцентриситет Меркурия. Вы подставляете ее максимальную скорость. Вы пересчитываете, вы узнаете оборот за один. Это за один оборот. Пересчитываете юпитеря, меркурианские годы в земные и умножаете на 100 земных лет. Вы получаете 42,99 секунды. Честное слово. Я проделывал. Когда Эйнштейн получил это из теории, которую он создавал 7 лет, он, по его собственным словам, полтора дня находился вообще вне себя от восторга. Это ответ, который нельзя получить из ньютоновской теории. Почему? Я повторюсь. Если бы у нас почти в Солнечной системе было бы 5 быстрых планет, то у каждой это было бы свое. И кто-нибудь эмпирически стал бы думать, ага, ну а какая закономерность, от чего это зависит. До этой формулы, наверное, додумали. Почему здесь появляется скорость света, так априорно совершенно непонятно. Вот. Ну, эмпирически ее подобрали бы. Но стоящую за ней глубокую теорию, конечно, бы не догадались. Просто чтобы вы понимали, что такое общая теория относительности Эйнштейна – теория современной понимания и теории гравитации. Она отвечает за расширение Вселенной, за черные дыры, за судьбу Вселенной, за все вообще. В 1905 году Эйнштейн написал 4 работы. 4. Каждые на Нобелевскую премию. Теория относительности, фотоэффект. В общем, за фотоэффект он получил Нобелевскую премию в 1922 году. Три другие – нет. Ну, одной достаточно. За один год 4 Нобелевские работы. После этого он 7 лет занимался одной задачей целенаправленно. Заходя в тупики, находя ложные пути, делая ошибки, возвращаясь, отвергая предыдущий год, полтора года работы и снова нащупывая дорогу. Просто, чтобы было понятно, насколько это сложная задача. И там нету больше. Вот там масса, тут расстояние. Давай, падай на нее, ускоряйся на нее вот с таким ускорением. История про тяготение разбилась на две… Она стала гораздо… все гораздо сложнее, ну и правда интереснее. И это то, как мы сейчас понимаем пространство-время. Это тизер, общая теория относительности. Ну, из тизера же ничего нельзя понять, правда? Но интересно, когда вы смотрите тизер фильма. Значит, пространство-время говорит материи, как ей двигаться, но пространство-время искривленное. А материя говорит пространство-время, как ему искривляется. Это называется уравнением Эйнштейна. Может быть, я успею вам рассказать, что такое уравнение Эйнштейна. И больше никакого принципа суперпозиции. Вообще никакого. Нельзя складывать, надо все честно вычислять. Нельзя от маленьких точек что-то такое находить. Значит, мораль здесь стоящая за этим, часто упоминаемая, и, собственно, это правда, что гравитация – это геометрия. Описание гравитации – это силы. Да, сила, которая притягивает меня к Земле. Да, сила, которая притягивает Землю к Солнцу. Это геометрическая. А что это за геометрия? Это исчисление расстояний в пространстве-времени. Значит, сначала про пространство-время. Я прошу прощения, не очень видно. Значит, это самописец. Игла. Игла ходит только в одном направлении. И она то медленно, то быстро. И вы стоите и смотрите. Как интересно, все спокойно. А потом быстро. А потом вам хочется спать. Вы уходите спать, но вы продергиваете ленту. И на ленте остается рисунок. Вы приходите утром, смотрите, как Господь Бог, на всю историю. И видите развертку движения вашей иглы. Ах, а вот здесь было вот это. Здесь было спокойно. Здесь было что-то всплеск. Здесь были отголоски. Это пространственное направление. Это направление вдоль вашей ленты. Но оно заменяет вам время. И это то, что это двумерное пространство-время. Таким образом у вас получилось. Если у вас само движение двумерное, машинка ездит по этой плоскости. А время течет вверх. То в какой-то момент времени минус 10 машинка, вот она находилась вот здесь. И было столько времени. Понимаете, как она ехала, время текло. В результате траекторией машинки является вот это. А вот эта линия, это развертка этой траектории в пространстве-времени. Поскольку мы живем в трехмерном пространстве, то наши развертки живут в четырехмерном. Ее представить себе нельзя. Потому что наше воображение на этом заканчивается. Все без исключения. Все без исключения говорят. Но это как трехмерное, только четырехмерное. Но математика может хорошо работать. Да, и как выглядит закон природы, который здесь работает? Пробные тела, которые достаточно маленькие, которые сами не вносят искажения, движутся в нашем трехмерном пространстве так, что развертка их движения в четырехмерном пространстве-времени самый прямой путь. А оно кривое. Поэтому самый прямой путь не обязательно буквально прямой, в прямом смысле слова. Но вот я походил сегодня много по городу. Он, конечно, станет очень красивым. Но сейчас, из-за того, что здесь разрыто, здесь разрыто, и тут разрыто, путь отсюда-сюда, самый возможный из прямых путей, вовсе не является прямым. А если вы учтете еще, что не захотите наступать в лужи, на песок или там на грязь, то он станет еще более, еще более непрямым. Самый прямой из возможных. Примерно то же самое происходит в искривленном пространстве-времени. Значит, представить себе нелегко искривленное, но математика отлично работает. У нас есть очень простой пример. Это искривленная поверхность. Ну, какие пути на глобусе самые прямые? Это прямой путь, самый длинный прямой путь на воде. Вы откуда-то из границы Индии и Пакистана? Афганистан не граничит. Иран и Пакистан. Берете яхту и плывете только по прямой. Только. Только по прямой. Приплываете вот сюда. Вот, домой почти. Садитесь на Транссибирскую магистраль и, в общем, потихонечку добираетесь сюда, и в европейскую часть. А то, что этот путь прямой, видно вот так. Он просто на карте казался кривым. Вот, значит, это вот его начало, это его середина, это его конец. Нужно просто посмотреть под правильным углом. Когда вы плывете, он действительно все время прямой. Ну, и та же самая история с расстояниями на карте, с площадями. Значит, на вот этих картах в этой проекции Гренландия почти равна Африке. Это вот прям вот смотришь на карте, думаешь, ну, правда, ежедневная такая большая. Да, в 14 раз меньше. Вот ее настоящая площадь. Длина Северного морского пути – это не половина экватора, а существенно меньше. Значит, он никому не был бы интересен на такой длинный Северный морской путь. Ну, и карты искажают. Почему искажают? Потому что поверхность кривая, а вы пытаетесь ее передать с помощью прямой, прямой плоской карты. И если вам нужно расстояние от этой точки до этой, то как вы могли бы действовать? Вы узнаете разницу вдоль меридиана и разницу вдоль параллели. Пользуйтесь теоремой Пифагора. Отрезок вдоль параллели в квадрате, ну, квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Один катет вдоль параллели, один катет вдоль меридиана, возводите в квадрат, находите настоящее расстояние. Ничего подобного. Ну, конечно, ничего подобного, потому что здесь все расстояния нечестные. Нечестные расстояния. Чтобы вы, имея дело только с картой, понимаете, на глобус мы можем посмотреть, натянуть резиночку и понять, где самый простой, самый короткий путь и все такое, самый прямой путь. Когда мы живем в пространстве времени, мы не можем выйти и посмотреть на него со стороны. Мы изнутри, мы пленники, мы живем внутри. Поэтому мы вынуждены обращаться с математикой. Поэтому и здесь мы тоже можем потренироваться с математикой. И оказывается, есть поправочные числа, которые превращают измерения на карте в настоящее расстояние на глобусе. Таких чисел три. Вы должны число вдоль параллели умножить на поправочное число, вдоль меридиана расстояние, и странные вещи, вы должны взять произведение параллели, одно расстояние и другое, взять произведение. Это не совсем теория Мефагора, а такая обобщенная теория Мефагора. Эти числа, коллеги перестанут со мной здороваться за то, что они русские буквы, если кто не знал. Страшно неприлично обозначать формулы, использовать формулы русские буквы. Просто неприлично. Просто этого нельзя делать. Мне хочется, чтобы формулы не выглядели как формулы, а выглядели бы как часть текста, часть разговора. Поэтому я решил, что русские буквы – ничего страшного. Значит, в каждой точке карты они разные от точки к точке. Они определены, и пользуясь ими вы можете делать вычисления. А в пространстве времени таких чисел 10. Ну, потому что оно четырехмерно. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. И эти и есть агенты, существование которого подозревал Ньютон. Он бы сильно удивился, узнав, что гравитационное поле – агент от гравитационного поля, существование которого он подозревал. Тот, кто передает. Агент, который передает воздействие из одного места в другое. Не без посредничества чего бы то ни было способного. Это как? Не могу эту фразу произвести. А именно он является посредником, он является агентом. У него 10 компонентов, 10 чисел в каждой точке пространства-времени. И эта штука, и они же эти 10 чисел говорят материи, как ей двигаться. Значит, их 10. Вот эти отвечают за растяжение пространства. Поскольку мне, видимо, придется пропустить слайд про расширение Вселенной. Наша Вселенная расширяется просто потому, что эти вот числа А, Б, В, они равномерно изменяются со временем. Расширение Вселенной состоит из этого и больше ни из чего. Вроде бы она не имеет уже отношения к гравитации. Это не притяжение чего-то к чему-то. Нет, это теория пространства-времени. И пространство, в данном случае пространство, так устроено, что вот эти вот три числа растягиваются, а все остальные равны нулю. Это называется растяжением Вселенной. Вот это вот замедление времени, когда я падаю на черную дыру, вам надоедает ждать, как я упаду, и вы уходите, просите ваших, выходите на пенсию, просите ваших детей пронаблюдать, они тоже уходят на пенсию. И все будущее Вселенной не дождется, строго говоря, пока я упаду на черную дыру, хотя по моим часам, ну там, в общем, не очень хорошо, мои перспективы не очень хорошие, вот если я падаю на черную дыру. Вот, направления в пространстве смешиваются со временем, все вместе они говорят о материи, как ей двигаться, и вот они определяют самые прямые развертки, самые прямые развертки движения называются геодезическими. Это не траектории, а это руководство к тому, как должно двигаться тело в обычном пространстве, в трехмерном. Оно должно так, чтобы его развертка в четырехмерном пространстве времени была самой прямой из возможных. Значит, ну, таблицу в таком виде писать неудобно, ее укрепляют скобками, чтобы буквы не рассыпались, и числа дублируют. На это есть целый ряд разумных причин. Видите, вот здесь же и здесь же, здесь и здесь, и здесь те же самые числа БВГД, ЕЖЗ и КА, их 10. Они определены в каждой точке. Я просто повторяю, что самые прямые линии в пространстве времени геодезически отвечают свободному падению под действием одной только гравитации. Если гравитации нету, это вот тоже удивительная вещь. То обычно мы привлекываем, что, источния ковбаки, нет электрического поля, нет. Чему равно поле? Нулю. Если магнитному полю нет, магнитный поле, чему равно? Нулю. Если гравитационного поля нет, то оно равно вот такому. А это потому, что... Это вот из теоремы Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Значит, вы квадрат катетов умножаете на единицу. То есть ничего с ним не делаете. Следующее умножаете тоже на единицу. И следующее умножаете тоже на единицу, если у вас трехмерная теорема Пифагора. Не нужно ничего делать в плоском пространстве, где нет гравитации. Этот агент фактически является спящим агентом, ничего не делает. Тогда самые прямые линии прямые и в пространстве времени, и в обычном пространстве. Мы это и так, честно говоря, знали. Тело, на которое не действует никакие сил, движется по прямой. Значит, теперь самая интересная часть. А как создается искривленное пространство-время? Да, когда оно уже искривлено, я напомню, теперь идея гравитации разбивается на две части. Материя создает искривленное пространство-время, скопление материи. А искривленное пространство-время говорит материи. Значит, двигайся так, чтобы развертки твои были самыми прямыми путями из возможных, хотя самый прямой из возможных не является буквально прямой линией. Значит, вот это то, над чем Эйнштейн думал 7 лет. Ну, думал, пробовал, писал статьи, ошибочные в том числе. Там была замечательная история. Ему потом помогли, Гроссову помог с дифференциальной геометрией. Потом его долго волновало. Очень сложный вопрос. Это правда очень сложный вопрос калибровочной уверенности. Года на полтора его вел не туда. Идея, тем не менее, такая. Уравнение Эйнштейна – это великая вещь. Она говорит о том, что у вас... И это свойство природы. Закон природы есть. Есть некое соответствие. Выполнено равенство всегда. Солнце притягивает Землю так, что выполнено равенство. Тело падает на черный руд так, что выполнено равенство. Две черные дыры сливаются и выплескают гравитационные волны так, что выполнено равенство. Все, что происходит с гравитацией, происходит так, что выполнено это равенство. Мы страшно... Оно придумано так же, как закон Нью. Вот так. Мы со страшным вниманием следим за тем, будут ли откуда-нибудь нарушения. Ну где? Сразу же интересно. Вот Меркурий летал не так. Видите, к чему это привело? Ну не только это. Может быть, есть какие-то нарушения? Пока нет. Пока это у нас правда лучшее описание гравитации. Она устроена так. Здесь вот чистая геометрия. Чистая геометрия. А здесь материя. Вот. И так устроен мир. Две вещи разговаривают друг с другом. Представитель материи. Это таблица 4 на 4. Значит, энергия. Самое главное, что есть у материи – энергия. Ну масса – это форма энергии. Это то, что называется импульс, количество движения. Вот теперь же латинские буквы, просто чтобы они не путались с русскими, с теми старыми. Давление тоже создает гравитацию. Честное слово. Прям честное слово. Сдавить означает создать некий гравитационный потенциал. Чудовищно слабый. Чудовищно. То есть сдавленная вещь создает больше гравитации, чем не сдавленная. Вы вот здесь располагаете давление по диагонали. А вам нужно дозаполнить таблицу. И здесь еще есть то, что называется касательное натяжение. Поскольку я много проболтал, не буду комментировать. В общем, в целом ее нужно воспринимать как то, что имеет отношение к энергии. Она здесь буквально. К движению. Потому что это импульс. Это то, что в обычной жизни МВ. Машина массой 10 тонн со скоростью 100 км в час. Вот. Имеет убойную силу. Примерно нужно одно умножить на другое. В теории относительности немножко по-другому. Но идея та же. И остальное это сила. Ну что говорить давление. Это сила на единицу площади. Вот. Значит, нам нужен представитель геометрии. Вроде бы. Да. Если у нас вот здесь вот таблица. Вот это вот идет сюда. Вот это представитель материи. Здесь тоже таблица 4 на 4. И сразу стало ясно Эйнштейну, что хотя у нас есть готовая таблица 4 на 4. Сам агент. Те самые АБВГДЖЗИК. Он совершенно не годится. Потому что агент может дурачить нас ненужной сложности. Мы можем в плоском пространстве придумать настолько нелепое описание, что мы сами, глядя на него, не сможем понять, плоское там пространство или нет. И применяется физический принцип, которому следует Стармен, едущий на Тесле. Что вот эти вот геодезические линии свободного падения, а когда Тесла делается большой, ее либо сжимает, либо если она падает в черную дыру одним концом, то ее ближняя часть хочет падать быстрее, чем более дальняя часть, что как только у вас есть различия, гравитация здесь и здесь действует по-разному. То есть соседние линии свободного падения слегка расходятся. Ну или сходятся. Расходятся, значит, сходятся с отрицательным коэффициентом или расходятся и сходятся, вопрос знака. Они либо сходятся, либо расходятся. Красивое слово «спагеттификация», если кто-то слышал, при падении в черную дыру, это про то, что если я падаю туда ногами вниз, мои ноги хотят падать быстрее, чем голова, и меня довольно быстро превращает в спагетти. Ну а потом, значит, даже мои мелкие детали, от меня оставшиеся, тоже превращаются, за последние микросекунды тоже превращаются в спагетти. А это не все, а потом их сдавливает. Почему? А потому что все же все ближе-ближе к центру. Все ближе-ближе к центру. Ну, вы пустите, это Москва в этом смысле, абсолютно ужасный город. Пустите транспорт по радиусу в сторону центра. Ну, в центре, естественно, образуется такая давка, что если бы транспорт продолжал ехать, машины там были бы упакованы намного плотнее, чем их хозяева готовы были бы с этим согласиться. Вот, значит, соседние геодезические ведут себя по-разному, вообще говоря, в гравитации. Это формализация этой истории, я не буду рассказывать, как здесь переносится. Важно, что это обобщение приливных сил. Ну, что такое приливная сила? Мы же говорили про это. Когда я стою на противоположной стороне Земли от Луны, и Луна выдергивает Землю, у меня из-под ног она притягивает Землю чуть быстрее, чем я. Земля хочет падать в целом чуть быстрее, чем я хочу падать к Луне. Расходятся соседи. Такая легкая, легчайшая спагеттификация. Расходятся приливные. Значит, дальше выясняют, что в четырехмерном пространстве вариантов очень много. Вы одну геодезическую сможете провести так, другую так. Они еще могут закручиваться друг вокруг друга. Очень много сил. В результате у вас возникает страшный монстр. Представьте себе, что у вас была бы экселевская таблица 4 на 4 на 4 на 4. Это такой четырехмерный куб, заполненный ячейками, которые говорят о том, какие приливные силы могут действовать в четырехмерном пространстве. Там перечислены они все. Я его записал в... Просто хочу вам показать, потому что это здорово. Здесь 20... Сейчас расскажу. Значит, таблица вот эта безумная в виде четырехмерного куба записана как таблица 4 на 4, которая стоит из таблицы 4 на 4. Здесь и в ней удивительным образом... Во-первых, очень много нулей, 112 всегда нулевые. А по ставшему 144 распределены всего 20 независимых букв. Это буквы от А до Ф, Х, Т, У, Ф, Х, Х, С уже нет. С пропуском буквы О, чтобы она не путалась с нулем. Ну и вот если здесь стоит В, то точно где-то еще. Здесь стоит минус В, а здесь стоит минус В. А вот здесь стоит В, а здесь стоит минус В. А где-то еще стоит что-то такое же. Если бы мы были четырехмерными существами, то это была бы классная картина. Мы видели бы симметрию, это калейдоскоп такой четырехмерный. Мы видели бы, как они отражаются от разных плоскостей в нем. Почему они кое-где одинаковые, а кое-где являются... Кое-где получают знак другой, а кое-где являются суммой, точнее говоря, разностью двух других. И вот дальше выясняется, что это и есть кривизна. Вся гравитация, все, что может случиться. Падение на черную дыру, услияние черных дыр предпожди, падение камнем не на догу. Все описано вот этими двадцатью независимых числами. Смотрите, насколько сложнее, чем у Ньютона. Не просто вот они почитают расстояние, поделив контакт. Я об этом говорил вначале. Это довольно удивительная вещь, что простые законы сначала работают. Если бы гравитацию сразу нужно было бы придумать вот так, ее бы никто никогда не придумал. И познание бы не пошло бы. Ну, потому что нет стимула придумать, когда вам нужен такой барьер, такой силы преодолеть. Вы сначала тренируетесь, что-то простого на вас работает, работает, вы привыкаете, что работает, а когда она перестает работать, как с Меркурием, вы правда начинаете думать, ну, давай я все-таки уже напрягусь. Должна же быть какая-то причина. Выясняется, что причина очень сложная. Почему мир устроен так, мы не знаем. Но он так устроен. Если очень коротко. Это очень большая таблица. Здесь все-таки 4 на 4, а здесь, ну, вот это вот ужасное. Значит, ее можно переупаковать, их собрать там в суммы. Значит, есть, пропускаю. Есть вот эти 20 компонент, собираются в суммы по 4 штуки, и возникает новая таблица 4 на 4. Вот из этих вот безумных букв, давайте я еще раз вам покажу, вот этих вот больших букв, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, только за главных букв. Вот, вы, это все, что может случиться с гравитацией вообще здесь, с потрохами. И вот это вот есть, здесь та самая константа, которая в законе Ньютона была. Это здорово. Эйнштейн Ньютона не отменял. Это прямо она. Это Ньютоновская константа. В этом преемственность науки. Ньютоновская константа в законе тяготения Эйнштейна. Это вот так вот работает. Слева геометрия, справа энергия движения силы. И когда кривизна мала, как мы теперь объясняем Ньютону, ну как, масса Солнца по самой знаменитой формуле, это вот такая энергия. Рисуем таблицу энергии движения сил, в которой везде нули, везде нули, только эта энергия, возникает вполне определенная кривизна. Очень сложно. Геодезический в этом пространстве времени это Ньютоновые эллипсы в пространстве. Мы получили гораздо сложнее получили Ньютоновые эллипсы. Но, да, и при этом вот что интересно. Ньютоновое предписание в основном и замедление времени. Ньютоновый гравитационный потенциал показывает, насколько медленнее течет время. Мы видим это медленнее течение времени, как гравитация. А вот копаясь в этих самых шестереночках, мы видим, что гравитационный потенциал, он же отвечает за время идет. Это не точное высказывание, но очень близко к точному. Функция, выражающая замедление времени, это, собственно, Ньютоновский потенциал. Ну вот. А когда гравитация чуть сильнее, чем здесь, вы снова делаете сложные вычисления. Ну, правда, сложные. Вы определяете кривизну более точно, пространство, время находится вне геодезической, и находите 42,99 секунды в столетие. То есть вот это потрясающе, изобретенный из каких-то невероятных принципов, непостижимых принципов, изобретенный страшно сложный механизм, называющий общую теорию относительности, уравнение, что это работает вот таким вот образом. Ну, а когда искривление большое, возникают черные дыры и все остальное. Значит, я пропущу. Расскажу только про Экспириент Хаффили и Китинга, про замедление времени. Значит, они в 71 году еще очень точных часов не было. Они вот по такой... Их самолетов дальнемагистральных не было. Они, значит, взяли часы, посадили их в самолет, и вот с такими посадками вообще неплохая работа. Лучуешь в гостинице, на следующий день снова летишь. Вот. Обвезли. А потом обвезли... Ну, а там два эффекта, на самом деле. Там из-за того, что выше гравитация слабее, но из-за... И время течет быстрее. Но из-за того, что он движется скоростью, время течет чуть медленнее. Поэтому разница была при облете против вращения Земли и по вращению Земли. И, значит, были большие погрешности, конечно. Ну, вот особенно здесь. Здесь лучше. Ну, и вот измерения попали в интервал. Они потом сравнили замедление времени на этих часах с тем, с часами в лаборатории. С тех пор этот опыт делали много раз. Уже, значит, ну так, когда было 30-летие, его просто так еще раз повторили. Уже лазером отслеживали точную высоту и скорость самолета, и все совпадало гораздо лучше. Фокус GPS вам, наверное, всем известен, потому что там, где спутники GPS, гравитация слабее, время что-то по-другому. 40 микросекунд за сутки, и GPS-навигатор уже через сутки ваше такси было бы в 300 метрах в стороне от вас, а затем эта ошибка бы накапливалась. Вот. Значит, я полностью пропускаю историю про свет, про то, что свет притягивается тоже к гравитации. Это красиво, но придется пропустить. И скажу, что, пожалуй, вот что. Что когда... Давайте так словами. Все-таки вот эту картинку, я ее долго строил. Значит, не могу удержаться, извините. Вот. Значит, здесь точечный источник гравитации, а здесь я свечу фонариком. Цвет только для того, чтобы различать. Ну и вот он сначала просто отклоняется, солнце тоже отклоняет свет, а когда я свечу вот с этого расстояния, он начинает закручиваться. А когда я вот отсюда уже, он весь сюда вот пропадает, и там внутри вообще возникает область невозврата. Это вот черная дыра, это ни тело, у нее нет ни поверхности, ничего. Ничего нет. Ничего нет на границе черной дыры. Вообще ничего, пустота. Просто оттуда свет не возвращается. Она называется горизонт. Это математическая поверхность в пустом пространстве. И замечательно, что вот эти буквы... Там еще замечательный момент, может быть, вы когда-то слышали, что при пересечении после того, как вы... Ну, рассказать только некому будет. После того, как вы пересекли горизонт черной дыры, у вас пространство и время меняются местами. Это происходит просто комментарий к тому, что вот эти буквы А, Б, В и Г меняются местами. Вот буквы Г, ну, они там все одинаковые. Буква Г попадает сюда, а вот эти три буквы, которые равны, попадают сюда. Вот. И, значит, вот эта вот сингулярность центра черной дыры перестает быть для вас... Интересное ощущение. Перестает быть для вас точкой в пространстве. Он становится моментом будущего времени. Но вот нельзя избежать полуночи сегодняшнего дня? Ну, прям никак. Так, неважно, какая у вас ракета. Там то же самое. Неважно, какая у вас ракета. То есть для того, чтобы выбраться из-под горизонта черной дыры, нужно бы иметь не ракету, а машину времени. И это ровно... Ну, ее нету, поэтому выбраться и нельзя. Это, значит, та же самая история про... Это я тоже пропускаю, что не надо меня кидать в черную дыру. Ничего интересного не увидите. Вы увидите, что я... Вот. Значит, короткое дополнительное веселье, что если вы кидаете в черную дыру, и этот опыт проделать даже для Земли. Вот эта сложная гравитация устроена очень интересно. Если источник гравитации вращается, то он притягивает не только к себе, он притягивает вбок. Если вы бросите меня на вращающуюся черную дыру, то я начну закручиваться вокруг нее. И здесь, по той же причине, когда сходят с ума буквы А, Б, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, здесь возникает область, здесь, к сожалению, не очень хорошо отображается, в общем, возникает область, где нельзя не вращаться. Неважно, какая у вас ракета. Вы не можете избежать закручивания вокруг черной дыры. Но зато, если вы прилетите туда верхом на куске скалы, в нужный момент прицелитесь и бросите кусок скалы туда, вот, к горизонту, то вы приобретете такую энергию, что без всякого моторчика оттуда выскочите с большей энергией, чем была у вас вместе с куском скалы до того, как вы это делали. Возможно, высокоразвитая цивилизация добывает так энергию. Понимаете, черная дыра – это не тело. Вращающаяся черная дыра – это вращающаяся пустота, к ней нельзя приделать приводной ремень, но таким образом можно, кидая против вращения черной дыры камней, деляя их пополам, вы будете получать камни, выскакивающие с колоссальной энергией обратно, а черная дыра будет потихонечку замедлять свое вращение. Ну, есть сумасшедшие идеи поискать суперразные неземные цивилизации по сфере Дайсона и по вот этому вот эффекту Пенроуза. Может быть, мы каким-то образом увидим в астрономических наблюдениях. Значит, глобально небывалые возможности понимания Вселенной, потому что если галактики – это такая просто… В среднем все галактики распределенную пыль во Вселенной, то вот такая вот форма агента – это просто наше расширение Вселенной. Вот открытое нами расширение Вселенной. Все объекты удаляются от всех. Чем дальше, тем быстрее удаляются. Если сначала между А и Б был сантиметр, то потом стал сантиметр и один миллиметр. То есть на миллиметр увеличилось расстояние, скажем, через год. Между этим и этим, заметьте, на 2 миллиметра, потому что здесь тоже на миллиметр. А между этим и этим на 3 миллиметра. А между этим и этим уже на сколько? На 3 сантиметра. То есть все более далекие улетают все более далеко. Это ровно то, что мы видим. И это просто из уравнения Эйнштейна. Вот это вот. Там есть поучительная история. Я вынужден перевести в вопросы. Просто вдруг будет нечего спросить. Спросите про это тогда. Вот здесь есть намеки. Как Эйнштейн мог бы открыть, но не открыл. Вот. Отдельная история – это гравитационные волны. И это тоже та же самая история. Агент имеет характерный вид. Вот такой вот. А свободно падающие тела испытывают странное дыхание. Между ними вот это кольцо. Это точки, кольцо только для… Они ничем не связаны. Оно то вот так дышит, то вот так. Есть второе, второе. За это буква отвечает отсюда. А буква Б отвечает за то же самое под 45 градусов. Вот. И это то, что мы научились мерить наконец. Они возникают при мощных перестройках кривизны. И вот мы ловим эти сигналы. А перед этим вычисляем на компьютере. Мы не можем их решить. Мы вычисляем на компьютере. Что говорят уравнения Эйнштейна про то, как две черные дыры сливаются, как они горизонты, и как при этом наружу выплеснется. Какой сигнал такого типа выплеснется наружу. И мы его видим. То есть вот мы очень внимательно здесь. Нет ли свидетельств нарушения уравнения Эйнштейна. То есть нет ли в этом сигнале, вот этот прям сигнал, который мы поймали. Нет ли в нем, например, свидетельств отражения от поверхности. У настоящих черных дыр, Эйнштейновских черных дыр, нет поверхности. Нет ли сигнала отражения от поверхности. Нет ли чего-нибудь. Смотрим очень внимательно. Пока, значит, наша теория относительности работает. Значит, это я пропускаю, потому что скажу только про кротовые норы. Значит, ну вы, конечно, хотите иметь кротовую нору. Ну что, нырнул и вынырнул в далекой галактике. И иметь ворб драйв. Сел, значит, в пузырь, который окружен кривизной. Это вот ровно та самая кривизна. И летите в этом пузыре быстрее скорость света по вселенной, как капитан Кирк и кто там. В общем, вот как полагается с ворб драйвом. Значит, пожалуйста, но внимание. Значит, уравнения на что устроены так. Представитель геометрии равен представителю материи. Вы хотите такую геометрию? И вы говорите, ага, значит, геометрия такая, я посчитаю кривизну, или здесь, в ворб драйве, я посчитаю кривизну, которая мне нужна, чтобы у меня было решение, когда я сижу в центре пузыря и движусь по вселенной со скоростью быстрее скорости света. Но уравнения должны выполняться. Вам нужно найти материю, которая будет в правой части, которая обеспечит вам такие геометрические эффекты. В этом смысл уравнения Эйнштейна. Они очень непроизвольны. А тут беда. Для всего этого материя должна иметь свойства отрицательности, которые очень плохие. Это не антиматерия. Антиматерия вещь хорошая. Что-то типа отрицательности массы, отрицательности энергии. Там есть несколько более мягких свойств. И запрета на материю с чем-то типа отрицательной энергии мы не знаем. Но мы вообще не понимаем, где она во вселенной могла бы быть, где ее взять, каким образом она вообще могла бы возникнуть. Если мы ее хотим где-то нарыть, она должна возникать из взаимодействия с чем-то привычным. Потому что если она ни с чем не взаимодействует, то она и недоступна для нас. И уравнения Эйнштейна вещь восхитительная. Потому что вы можете захотеть любую геометрию и сказать, ну пожалуйста, только найдите, только материю нужно подобрать. Значит, ну вот материя неизменно начинает обладать ужасными свойствами. Значит, гравитация слабейшая, но главное, она отвечает и за расширение Вселенной, и за крупномасштабную структуру Вселенной. И за эти вот нити. Это картинка художника по компьютерному моделированию. Точки на нитях – это скопление галактик. Не звезды и не галактики, а это скопление галактик. То есть, каждая точка – это триллионы звезд. Точка вот здесь, вот из которых сложены нити. Так устроена Вселенная. Значит, планеты устойчивые орбиты, тихие заколки гравитации всех побеждают, туда падает даже свет, она может убить время, потому что когда вы падаете в черную дыру, время полностью останется, полностью кончается. Оно больше не продолжается, его больше нет. Для того, кто упал в черную дыру, не то, что ему плохо, а время закончилось. И наше знание о гравитации неполное. Мы знаем, что это классическая теория. А вот там, в центре черной дыры, сингулярность, гравитация должна быть квантовой. Из-за слабости гравитации невозможно делать опыты. Мы ничего не знаем про квантовую гравитацию. Это предварительное спасибо. Предварительное, потому что сейчас будет настоящее. Через два слайда часть из этого написано. Не все, но часть… А зато там написано больше про Гёдлерскую Вселенную. Абсолютно сумасшедшую. Где все не расширяется, а просто все само вращается. Гёдлер нашел это решение. Он прогуливался в Принстоне с Эйнштейном. Гёдлер, кстати, сбежал из Австрии от нацистов по Транссибирской магистрали через Владивосток. Они с Эйнштейном гуляли по Принстону, разгаривали, естественно, по-немецки. Эйнштейн был свидетелем Гёдлера, когда тот получал американское гражданство. И на день рождения Эйнштейна Гёдлер – великий логик, великий. Тот самый, кого логическая теорема неполноты – это да, это тот самый Гёдлер. Это сказать, что он самый великий логик современного Аристотеля – это и сильно его принизить. Значит, он нашел уравнение, где вместо Фридманской вселенной, где все расширяется, все вот так закручивается. А там можно вернуться назад во времени. Он был очень мнительным человеком, очень мнительно относился к собственному здоровью и очень хотел бы многое в своей жизни поправить. Над ним Уиллер так иронизирует. И он все время смотрел на фотографии далеких галактик и смотрел, не вращаются ли они все в одну и ту же сторону. Но тогда был бы шанс, что мы живем в Гёдлевой вселенной. Нет, мы живем во Фридмановой вселенной. Вот, значит, про эту сумасшедшую вселенную есть в этой книжке «Все, что движется». Она вышла в издательстве Alpina Nonfiction. И там куча есть. А теперь большое спасибо. У меня очень простой вопрос. Если бы гравитация была ньютоновской, то правильно ли я понимаю, что она не воздействовала бы тогда на свет? Воздействовала бы в два раза меньше. Ух. Я плохо умею вычислять воздействие гравитации на свет в ньютонской гравитации. То есть там все на массах завязано, то... Ну, масса фотона равна нулю, но он несет энергию. Слушайте, и вы меня смутили вашим вопросом. Значит, что? За это расскажу исторический анекдот. Ну, надо же что-то хорошее рассказать. Вот. За это расскажу анекдот, а потом скажу, где я чего знаю, чего нет. Значит, у Эйнштейна было несколько попыток создать теорию гравитации. Одна из них была недоконченная. И в ней отклонение света Солнцем предсказывалось в два раза меньше, чем в окончательной теории. Может быть, я путаю Ньютона вот с этим. Вот с этим путаю Ньютона. Значит, послали экспедицию наблюдать затмение. Экспедиция была немецкая. Затмение было на территории юго-европейской части Российской империи. Выразимся таким деликатным образом. Значит, было это в августе 1914 года. Экспедицию интернировали, прежде чем она успела, что бы то ни было. Они приехали до августа, началась война Первого мирового, их интернировали. Они бы не померили правильно. И тогда теория Эйнштейна воспринималась бы, наверное, как подгонка. Ну, вот он предсказал, неправильно получилось. Он потом подогнал, ну и потом все получилось. Вместо этого он довел правильную теорию до конца, без измерений. Увидел внутри у себя, что он не везде точен. И в 1918 году, в 1919, Эдингтон поехал в Бразилию. И вот... В 1918 или 1918. Эйнштейн реально проснулся знаменитым. Вот тогда, собственно, слава, и вот он проснулся знаменитым тогда, когда они померили нужное отклонение. Значит, возможно, что вот это в два раза я путаю с этим. Значит, Ньютон, я не очень что-то понимаю, как можно при Ньютоне свет. С другой стороны, вы можете... С другой стороны, вы же... Нет, можно, вы же можете... У Митчелла была же идея... Извините, что долго. Была идея не черной дыры, а этой самой темной звезды. Что если свет, просто скорость света равна второй космической скорости, то значит, эта штука не светит. И удивительным образом масса совпадает с массой Швардшильда. В общем, было бы все не так, но некоторые вещи могли бы случайно совпадать. Извините, вот... Вот точного ответа я вам... Я никогда не вычислял в Ньютонской гравитации отклонение. Спасибо. Спасибо за отличный вопрос. Мы знаем, что мы можем взять пространство, бросить в него материю и получим там какое-то искривление. Что если мы уберем материю с пространства и искривим его как-то, каким-то образом? Что будет в этом случае? Возникнет деситр или антидеситр? Процент деситр или антидеситр – предмет большой контроверсии. Еще один исторический анекдот, хотя здесь мне легче ответить на ваш вопрос. Голландия была нейтральной в Первую мировую войну. И Эйнштейн мог... Она не была противоположной воюющей страной. Эйнштейн из Германии мог поехать в Голландию. Имел там беседы с деситером. И, приехав оттуда, увидел решение деситера, что искривленная геометрия с нулевой материей. И Эйнштейн бесился совершенно, ему это очень не нравилось. И привлекли математических, крупных математических игроков, весомых, чтобы разобраться, что там не все очень просто. Это не очень просто. На формальном языке довольно сложно разбираться, что вы измеряете, как вы определяете пространство, какие там асимпатические условия и так далее. Там возникает то, что сейчас называется космологической постоянной. При наличии космологической постоянной, это есть это свойство пространства. Это уже встроенная в него кривизна или антикривизна. То есть некая его склонность все сжимать или, наоборот, все расталкивать. Да, это возможно, исходя из уравнения Эйнштейна. Пример пространства деситера, антидеситера. Ну вот. Ну мы же живем в мире с материей. Ну, отличный вопрос, спасибо. Друзья, спасибо. Есть ли еще вопросы? А вот, насколько я понимаю, сейчас одна из главных проблем фундаментальной физики в том, что квантовая физика с теорией гравитации не компонуется. Не женится вообще. Да, они на разных языках говорят. В этой связи предложены ли какие-то эксперименты или, может быть, уже реализованы вот на этом стыке как раз, который покажет, что либо одна теория… Хокинга, излучение Хокинга. Нет, на этом стыке находится излучение Хокинга. Это квантовые эффекты в общей теории относительности, гениально полученные по лезвию бритвы. Вот немножко-немножко и будет уже противоречивая. У нас нет последней теории. Там теория получается противоречивой. Но вот можно провести рассуждение, и вот оно, оказывается, дает излучение Хокинга. Наша черная дыра испаряется. Если бы мы смогли найти излучение Хокинга, но это должна быть очень маленькая черная дыра, потому что только она сильно испаряется, и излучение это чрезвычайно слабое, чрезвычайно холодное. То есть оно будет заметно от обычных черных дыр тогда, когда Вселенной будет, не знаю, 50 миллиардов лет точно, до тех пор что-нибудь произойдет. Либо вопрос снимется, либо решится другим образом. Но это, да, это более-менее один из немногих эффектов квантовой гравитации, которой вот прямо, ну, можно было бы, в принципе, спросить себя, есть у нас хоть какие-то шансы начать высматривать его в космосе. Спасибо. И никаких экспериментов, понимаете? Нету черной дыры под боком. Луна не является черной дырой, к сожалению. Нельзя там ничего не побросать. Нельзя ничего сделать. В центре черной дыры уравнения Эйнштейна не действуют. Там квантовая теория нам неизвестная. Они заменяются на квантовую теорию. Мы не знаем, отражается ли это обратно по ту сторону горизонта. Может быть, там изменения такие, что по эту сторону горизонта что-то будет. И в слияниях от черных дыр мы что-то почувствуем, увидим сигналы, которые не Эйнштейновские. Может быть. Но это дело не близко. Это нужно мощный детект вот эту Лизу запустить. И, в общем, это не близко. И это может быть. Спасибо. Еще вопрос где-то я взяла. И вот еще на первом ряду есть тоже. Здравствуйте. Спасибо за лекцию, за просветительскую деятельность. По излучению Хокинга, такой короткий вопрос. Насколько я понимаю механизм, то появляются частицы-античастицы. Уже Хокинг знал, что это вранье. И он написал в книжке так, что все почему-то стали это повторять. Смотрите. Характерная длина волны того вот этого Хокинга излучения, это несколько радиусов Швардшильда. То есть вы не можете его локализовать вообще. Вы не можете его локализовать. Это оно, понимаете, да? Вы не можете сказать, что длина идет вот с этого боку черной дыры, где какая-то частица куда-то упала. Потому что длина волны – это несколько радиусов этой черной дыры. Это взгляд на вакуум в условии гравитации с точки зрения удаленного наблюдателя. Хокинг почему-то пересказал это однажды, а потом это в книжку включил. Это плохое, неправильное объяснение, но правильное, к сожалению, математическое, называется преобразование Боголюбова от одного вакуума к другому. Я не дал вам задать вопрос. Ну, по-моему, вы уже ответили. То есть обе частицы обладают положительной массой. Одна оказалась с одной стороны от горизонта, другая с другой. Почему падает энергия? Плохое объяснение. Вот скажите, пожалуйста, мне немножко непонятно. Название вашей лекции – «Бессердечная гравитация». Смотрите. Гравитация такая замечательная, интересная. Нет, нет, нет. Ей на нас, я абсолютно убежден, я абсолютно убежден, что ей на нас абсолютно наплевать. То, что мы чем-то пользуемся, это наша личная изворотливость. Изворотливость. А она порядочная тварь, выражаясь языком Шелдона Купера. И ей абсолютно на нас наплевать. По-моему, знакомясь с гравитацией, мы становимся умнее и интереснее. Это да, это да, это да. И даже более так... Согласен, согласен. Спасибо, спасибо. В следующий раз сделаю подзаголовок «Как стать самому умнее и интереснее». Спасибо, спасибо, спасибо. Это правда, это правда. Лекция примерно про это. Вот такой вопрос. Вы говорили, что, ну, как бы известно, что гравитация очень слабая сила. Чудовищно слабая. И есть такая теория, что основная ее часть, поэтому распространяется по другим измерениям. Да. Из-за этого она слаба здесь. Вот как вы относитесь к этой теории? И вообще, сколько должно быть измерений, чтобы это все скомпенсировалось? Это мы очень коротко. Как я отношусь, никакого значения не имеет. Это как-то, не знаю, даже есть опытные факты или нет, которые когда-нибудь это покажут. Это продолжение теории струн, который говорит о том, что теории суперструн хорошо жить в пространстве то ли 10, то ли 11 измерений. Там все оказалось очень сложно, потому что там не теория струн, а М-теория. И наше четырехмерное пространство. Время, давайте лучше говорить о трехмерном пространстве, могло бы быть чем-то типа листа бумаги. Дикая совершенно теория. Дикая идея, но она математически может работать. Болтающаяся в этом большом измерении. И все силы, все остальные силы, конфайн, как это сказать, заключены внутри нашего мира. А гравитация единственная, которая выходит наружу, и она гравитационно чувствует, например, это называется брана. От слова мембрана. Но мем сократили и брана. Потому что мембрана только двумерная, а эта штука может быть, на самом деле, мембраны могут быть разных. Это называется жизнь на бране. И тогда могла бы подлететь рядом другая брана, и мы бы ее чувствовали только гравитационно. То есть мы видели бы наличие какой-то сверхмассивного образования на другой бране, как источник гравитации на нашей бране. Ну, как-то разговоры об этом лет 20 назад шли на ура, с тех пор стихли. В этой науке осталось много теоретических идей. Они когда-нибудь, где-нибудь сыграют. Не надо воспринимать все их буквально. Они, скорее всего, буквально нереализованы. Из-за, именно из-за слабости эксперимента, вынуждены... Давай придумаем вот это. Придумаем вот это. Могло бы быть так. Может быть так. А при счете, могло бы быть так. Еще могло бы быть так. Могло бы так. И там остроумнейшие идеи. Некоторые из них развиты. Некоторые приведены к противоречию. Когда-нибудь, наверное, они сыграют. Но сейчас ни одна из них не описывает... Ну, никто всерьез не думает, что она реально описывает то, что происходит. Ну, вот так. На мой взгляд. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо, во-первых, вам большое за лекцию. Вы очень... Вопрос. Крутой лек. Вопрос. Вопрос очень простой. Спасибо. И даже время сложный. Он такой... Вопрос. Взывает к вашей профессиональной интуиции. Хорошо, что не кейтики. Нет, мы вот немножко падаем, как бы, вот в эту кроличь и нау научного познания. Да, и увеличиваем количество информации о том, что мы, как бы, о вселенной знаем. То есть, все-таки кейтики, да. Хорошо. Да. А нам еще долго падать, как бы, вот на руе? Мы когда-нибудь шлепнемся или нет? А, нет. Мы не падаем. Возрастает ли количество незнания? Ну, дойдем ли мы до точки, когда, ну, типа, ну, все понятно. Не-не-не, смотрите, это хороший вопрос. Исчерпывается ли количество незнаний? Количество невежества, ну, незнаний в мире конечно или нет? То есть, понимаете, вот если незнание – это глобусы, мы начинаем окружать себя забором, то сначала у нас незнания вокруг нас все больше и больше, потом, когда мы переваливаем через экватор, незнания все меньше и меньше. Мы исчерпали, и мы все знаем. А если нет, то вот мы расширяем знания, а незнания все больше и больше. Вот. Ну, это философский вопрос. То есть, это вопрос, это вопрос про философию. Вот про что. Это, мне кажется, что здесь у каждого свое мнение. Может, голосование было бы интересно провести. Правда и правда интересно узнать, кто что думает. Ну, и... Попозже. Дети устали. Все лучшее детям. Да, дети устали. Да, спасибо. Да, хорошо, друзья. Есть ли еще вопросы? Еще несколько можем взять? Еще один. А вот у нас там есть прекрасный слушатель. Добрый вечер. Привет. Такой вопрос. Если мы предположительно знаем орбиту планеты 9, то какое расстояние от Земли до планеты 9? Ну, мы не предположительно знаем орбиту. Мы знаем, мы думаем. Смотри. Мы берем компьютерные симуляции и кидаем планету в разные. И видим, что получается что-то типа того, что мы имеем по наблюдениям. Если эта штука летает где-то, ну, наверное, не вот так, а под какими-то наклонениями, ну, в каком-то диапазоне каких-то наклонений, на расстоянии вот от 400 до 800 астрономических единиц. То есть до нее в 500 раз дальше, чем от Земли до Солнца. Где она находится, как точно приведена эта орбита, мы эти рассуждения показать не могут. Иначе бы ее давно нашли. Но, значит, было бы здорово, если бы ее нашли. И вот. Да. Могут, могут, да. Да, все впереди, да. Да, можно. Это я просто так попугал. Да. Вопрос 1-2, замечание. Что-то как-то быстро прожить по энергии, а она связана с базовой переменной гравитации масса. Что-то про волны как-то тоже мимоходы сказали. Да, я быстро перешватил. А вопрос. Еще один самый, да. Нет, нет, нет. Вторая часть лекции не была ударной. Нет, это правда. Да, значит, по поводу объединения сил взаимодействия гравитационных. Но, подождите, но я хочу сказать свое оправдание. Масса просто форма энергии. В теории относительности гораздо важнее энергия, чем масса как таковая. Масса формы энергии, при нем можно не вспоминать, можно просто думать, что это одна из форм энергии. Работает, работает энергия, потому что она за… в тензор энергии импульса энергии упаковывается, а не масса. Поэтому энергия более фундаментальна, чем масса. Да. Но масса базовая… Энергия более базовая, чем масса, потому что… Вот это хотел услышать. И вопрос, собственно, про объединение взаимодействий. Что сейчас современная наука говорит? Ничего? Нет экспериментальных данных. Вот запустили телескоп ВЭП. И ура, он находит шероховатости. Не надо их преувеличивать, но они есть. С нашей теоретической концепцией. Ура, это классно. Значит, нужно менять и подстраивать теорию, понимать, что происходит, что-то изобретать. С ускорителями такого нет. Вот большой адронный коллайдер, вот он пыжится, пыжится. Там же несколько раз за последние годы брали старые статистические данные и смотрели, нет ли аномалий, нет ли аномалий, нет ли аномалий, нет ли аномалий. Все эти аномалии рассасывались, как только брали большие данные. Хочется найти отклонение от теории, чтобы знать, куда двигаться дальше. Мы не знаем, куда дальше двигаться. Я лично пессимист. Я думаю, что в теории высоких энергий мы навсегда останемся с неполной стандартной моделью. Понимаете, она настолько классно работает, что все, что мы можем измерить, она описывает точно. Но, но, ну, с массами нейтрин отдельная история. Но мы точно знаем, что это какой-то сколок, осколок от чего-то гораздо более общего. Мы не знаем, что это. У нас нет возможности понять, в какую сторону двигаться. Именно из-за того, что она так хорошо работает. Далеко не полная, далеко не полная. Мы видим это. Слушайте, мы видим сколок, сколок, как вот когда вы скалываете что-то, с какой-то гораздо более, ну, настоящей теорией. Мы не знаем. Их там, вариантов там, не беспокойтесь. Там предложений достаточно, больше, чем миров на брани. Но, но они все предполагают какие-то другие частицы, которые должны были при очень больших энергиях возникать. Никаких следов этих частиц нет. А то, если бы у нас был супер-супер-супер-супер коллайдер, ну, и тогда, может быть, бы не было, может быть, они еще более массивные. И тут прям тупик. Ну, не тупик, но тут ситуация не очень, не такая, знаете, когда там в 60-е, 70-е годы каждую неделю что-нибудь открывали, ну, скорее. Вот это история. И придумали, придумали стандартную модель в результате. Ура! Но сейчас все, этого больше нет. Спасибо за вопрос. Давайте мы последний вопрос от Стаса возьмем. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. С позиции дилетанта сейчас, может, много напутаю. Вот в описании результатов исследований на детектор гравитационных волн там подсчитывалось, что при слиянии двух черных дыр какое-то количество масс Солнца излучилось только в форме гравитационного излучения. А вот получается так, что, так скажем, вне таких катастрофических событий, например, вот просто при существовании взаимодействия Солнца и Земли, гравитационные волны тоже излучаются? То есть фактически Солнце теряет массу не только в результате излучения в электромагнитном диапазоне, но и за счет гравитационного излучения взаимодействия со своим ближайшим. Оно теряет массу за счет того, что оно плюется, ну, просто материи, теряет массу за счет того, что масса превращается в энергию света и теряет массу за счет этого. Но вы видели, сколько нулей было на третьем слайде? Вот сколько, вот она теряет массу, вот примерно в такое количество раз меньше, ну, условно, в такое количество раз меньше, чем все остальное. Это во всех практических смыслах это ноль. То есть засечь гравитон – это вот настолько маловероятное… Это второй вопрос? Нет, вы меня провоцируете, потому что сейчас измерили этот самый гравитационный фон от сверхмассивных черных дыр. Это сейчас big deal. Потому что когда у вас сталкиваются галактики, у вас центральные сверхмассивные черные дыры начинают обращаться друг вокруг друга. И в отличие от тех гравитационных волн, которые мы… Вот я там показывал вот этот вот сигнал, и вот они маленькие, солнечных масс. И эти долго вращаются на расстоянии там парсека, там трех световых лет друг от друга. Вращаются и вращаются. И вот они, вот они из-за того, что они сверхмассивные, излучают там… Они борются с этими сорока нулями и излучают некоторое количество гравитационных волн. Мы не можем ни про одно из них ничего померить. Но Вселенная должна быть наполнена этими страшно длинноволновыми. Их частота… Ну, какая-то там огромная длина волны. Длиннющие, длиннющие, длиннющие волны. И мы не можем ни от одной из них это увидеть, но они проходят по Вселенной. Если свет от пульсара, который очень точно периодичен к нам идет, то они по дороге могут влиять на свет пульсара. И эта идея высказана была саженным у нас, и он скончался этой весной, к сожалению. И это вот сейчас вот вроде бы померили ценой многолетних наблюдений. Нашли статистический эффект из-за того, что пространство пронизано гравитационными волнами, излучаями сверхмассивными черными дырами, еще не сливающимися, они не скоро сливаются, а просто обращающимися друг вокруг друга. В этих сигналах точно дозиров, точно периодичных сигналах от пульсаров должны быть сбои определенного вида. Их вроде бы нашли. Но это очень опосредованная история. Это очень красивая история, потому что вы используете ваше знание о пульсарах и электромагнитные наблюдения, чтобы сделать, правда, статистический. То есть усредненный по больнице, по всей Вселенной. Вывод про то, что похоже, что действительно происходят захваты сверхмассивных черных дыр, они действительно захватывают друг друга. Потому что сверхмассивные нужны потому, что при обычном орбитировании друг вокруг друга это единственное, только такие большие массы излучат хоть что-нибудь заметное. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте на красивой истории мы завершим, чтобы было красиво. Спасибо вам. Я на таких лекциях все время чувствую себя Пенни, если мы продолжаем метафору. Но благодаря таким лекциям каждый из нас становится немножечко умнее. Ну, благодаря... Значит, лектора, выступающего греет зрителей, публика, реакция, приглашение. Еще раз большое спасибо. Ура! До новых встреч! Муж в дверь, жена в дверь. Или наоборот. Да, наверное, так. Спасибо.